Субтитры делал DimaTorzok Знаешь, когда я тебя первый раз увидел, мне прям внутрь что-то екнуло. Не знаю это что такое, но это было классно, честно. Кстати, у меня это впервые. Если можно, я тебе хотел сказать три самых главных слова. Сейчас заплутно, пахал и поспать, да? Или это не три слова? Ты можешь не перебивать, а? Можешь не перебивать? Ну я как есть говорю. Манты, 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 егниваты. Ну чуть-чуть, потерпи, братан. Потерпи чуть-чуть, что ты, е-мое. Дай нормально отрепетировать, брат. Ты же знаешь, я к девушкам не умею же подкатывать, е-мое. Брат, я тут причем. Можешь мне ихунгептуранчар, можешь пасморту, можешь шаршат. Зачем ты со мной репетируешь? Ну, Бека, ты как будто баба, е-мое. Ноешь, как всегда. Анжир, манты, манты, е-мое. Я же попросил, попросил же. Бека, помоги, кумок тебе, швист кишкене. Все. Все, все, давай. Тисти, знаешь, что за три слова? Подожди, сейчас. Салта, мне кажется, я... Я тоже тебя люблю. Давай, Еленик. Давай, Балат Вайк. Потом, мне Семер ПТМ. Потом, сен, изменять едесы. Потом, Ажрасамыз. Сосын, все, алименты туристы. Усмаса, агерек, брат. Какой же ты конченый человек в мире? Ты самый конченый чувак. Да пошел ты, понял? Всю романтику испортил. Ат, вот и вен, шторас, олай, вот, кече. Можешь, шайши мантыра дайна лайкта, брат. Мало. Мало. Не, Медя, ты что, гонишь, что ли? Нельзя столько соли кушать, блин. Братан, блин, сахар. Я, круче, сладкое хочу, а здесь с десертами туговато. А это уже нормальная. Ё-моё, Кайра, братан звонит. Алло, да, братан. Хорошо. 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 Че, че, говорит? Ничего, папа, сладкий раз, хорошо сказать. Нет, 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 нормально, скажи, я ей взрывал. Че, че, ё-моё, торопит нас? Я, говорит, мам, два дня отдаю, чтобы эту картину нашли. Сколько? Два дня? Ты же нереально, братан. Я че думаю? Мы же просто угоним эту призовую тачку, а? Ну и как ты ее угонишь? Ты хоть знаешь, на что способны эти ручки? Фу, Медя, конечно, знаю. Я тебе два раза в душу спалил, блядь. Я заколебал. Тебе тот раз сказал, что я просто мылся, ё-моё. Не знаю, братан. Твоим ручкам я точно не доверяю. Не, хорошо, если сомнений имеешь, давай тогда Дамиру позвоним и скажем, что он человечка отправил, ну, который машину скрывает. Вот это уже идея, Медя. А? Угу. Ну, давай, звони Дамиру. Только это, как мы охранников отлечем, а? Не переживай, отлечем. А как? Запомни, Медя, если хочешь отвлечь человека, для начала его нужно просто заинтриговать. Ну и как? Алло! Как заинтриговать? Канна, ё-моё, Запавил, как заинтриговать? Санта? Олжик, как ты? Все нормально? Бах тебя не тронул? Все нормально, нормально. Не переживай. Мы уже с ним разобрались, как бы. Он уже больше к тебе не подойдет. Вообще не переживай. Правда? Да. Зачем не врать, честно, Санта? Просто я не люблю, когда вот обижают же девушек. Особенно таких, как ты, вот, красивых. Спасибо, я не знаю, как тебя благодарить. Понятно, все нормально. Если честно, мне хватает вот одной твоей улыбки, все. Слушайте, я, конечно, извиняюсь, что прерываю вашу романтику. Ну, я тут вообще-то с голой попой лежу. Вас это не смущает? Да. Извините. Спасибо, брат. Чистую ватку. Брат, видел, как она на меня смотрит, да? Я ей стопудово нравлюсь, брат. Ой, брат, проси, проси. Здравливый брат. А мне интересно, как ты здесь оказалась? Просто наши все, наоборот, в Алмату стараются. Да, знаю. А я просто не по собственным желаниям приехал сюда. Отец отправил. Типа наказал меня. За что? Много за что. Я только сейчас на заводе осознал, что я был дураком. Не ценил, что имел. А у меня много чего было. Просто у меня отец очень влиятельный человек. Дома, деньги, машины. Теперь у меня только вот эта форма есть. Все. И долго твое наказание будет длиться? Пока не докажу, как. Исправил себя. А как это делать, честно, я не знаю. Ну, покажи свои достижения. Я попробовал, честно. Но кроме моих косяков он ничего не замечает, понимаешь? Косяки, косяки. Ну, попробуй, попробуй. Я не знаю, придумать идею по улучшению завода. Салта, я для себя идею не могу придумать, понимаешь? А ты мне про целый завод говоришь. Ну, попробуй. Ладно, посмотрим. Ладно, Салта, я тогда пойду в цех. Подогу, сейчас они меня увидят, там что-то прогуливают. А я не хочу до пенсии здесь торчать. Вот так вот. Хорошо. Но ты подумай. И спасибо тебе большое еще раз. Не за что. Ладно, я все, пойду. Просто пойду я, хорошо? Все, я иду. Черт идет. Иди сюда. О, мастер, ничего себе, что с лицом? А такое бывает, ужас. Такое бывает, когда чужим бабам подкатываешь. И у тебя может быть такое. Не понял. Э, ты что к Салте везешь, а? Я же тебе сказал, что это моя баба. Да, мастер, во-первых, она не баба, она девушка же. Во-вторых, она про вас ничего не говорила. Да? А о чем вы разговаривали? Да так, о жизни там. Она говорит, почему идею не придумаешь, чтобы получить машину? Вот так вот. А ты сказал, да, что у тебя мозгов нету? Что ты не можешь придумать идею? А я могу. Я уже придумал. Знаешь, какую? Какую? Я тебя в другой цех перевел. Мастер, я в чужих цехах ничего не разбираюсь. Вы что? А, у нас ты типа разбирался, да? Да блин, шеф, ладно? Вы что? Эй, все, я тебе уже не шеф. Так, что ли? Да. Теперь мы никак не пересечемся, да? К моему счастью, нет. Ты тогда послушай меня, урод конченый. Я тебе так скажу. Батя мне просит когда-нибудь, так? А я тебя не прощу, понял? И когда ко мне все вернется, я к тебе вернусь. И ты ответишь за каждое слово, понял? Конченый ты, тварь. Все сказал? Да, все. Ну вот и отлично. Вот эти слова я передам твоему новому мастеру. Дяде Миша, по совместительству, мой хороший знакомый. А он неблагодарных не любит. Ну ты меня понял, да? Давай, удачи. Да я, шеф, пошутил. Поздно. Это прикол, мастер, вы что? Долбанские у тебя приколы. Удачи на новом месте. Сам себе геморрой создал. Что там у вас? Какую хотите машину вывезти? Эту призовую, в которой картина лежит. Вы что, больные что ли? Я же вам говорил, это стратегический объект. Там даже маленькую железяку нельзя украсть. А вы машину хотите вывезти? Вы что там все это время делали? Вас Хайро отправил, чтобы вы технично картину нашли. А вы хотите угнать. Мы бы и без вас справились. Вы бы без нас и справились. Там же эти надзорщики стоят. Вы, короче, технично машину угоняете, пока мы их отвлекаем. Поэтому все будет в ажуре, мальчики. А, вы так хотите? Чего сразу с этого не начали? Кургу несете какую-то? Справишься? Думаю, да. Сначала нужно разведку сделать, узнать, что да как там. Машина какая, цвет. Нет, короче, вот эта машина, номеров там нету, но ты ее сразу узнаешь. Понял. Подожди, Абри, это кто такой? Как тебя зовут? Джордж меня зовут. Джордж? Серьезно? Капец у твоих родителей фантазия развита. А что этот настоящий мягкой? Жандос? Нет. Жомар? Нет. Жанебек? Нет. Жолдос? Не перебирай. Все. Вы его Джорджем называете, это его погоняло. Понятно? Такие, как он, никогда не называет свое имя. Друг. Красные где-то рядом. Ну, насчет красных не в курсе, но вот одного синего я уже заметил. Короче, давай, не подведи, Таир. Таир! Так тебя Таир зовут, что ли? Да, да, но ты его называй Джордж. О, я буду его называть Джордж Тейлор, можно? Нет. А Джордж Таир? Никак нельзя. Ладно, пацаны, успокойтесь. Нет, я погнали. Все, ладно. Давайте. Давайте, пацаны. Все, давай. Давайте. Давай, Таир. Э, заколебал, блядь, молчи, а? Все, все, мол, абортан, что ты кричишь? Он долбал, блядь, а? Все, молчи. Что он делать будет? Дядя Миш, да хочешь что? Хочешь, переведи в другой цех, хочешь, уволь, хочешь, сам учи. Кстати, у тебя там этот агрегат же не работал. Ну. Пусть он его чинит. А он справится? А у него выбора нет, дядя Миш. Как вы достали меня, Паши, не переводили? Короче, он полностью в твоем распоряжении, дядя Миш. Знаешь, что это такое? Нет, конечно. Это электролизная ванна. Ага. Здесь под воздействием токов высокой частоты в глиноземе расщепляется алюминий и кислород. Металл остается на дне ванной, а кислород, соединяясь с углеродом, образует углекислый газ. Ясно? Теперь можно то же самое, только на человеческом языке, пожалуйста. Короче, здесь из глинозема получается чистый алюминий. Понятно? А, теперь вот нет. Господи. В общем, делай то, что я тебе скажу. И все. У нас одна такая ванна вышла из строя. Нужно перепроверить подключение, состояние катодов, анодов, напряжение проверить. Что, думаете, я справлюсь, что ли? Айдар сказал, что ты справишься. Так что ноги в руки и вперед. И, кстати, имей в виду, сила тока 320 кА. Чуть что не так тронешь, все, пиши, пропало. И мне уже идти надо. Так что давай, работай. Ай, ё-моё, что за херняки. Катоды, матоды, аноды, задоды, ё-моё. Лучше бы я катодам так сапсал, что мы сдах калом гиригать, ё-моё. Все, короче, ты же все понял. Главное, это, виду не подавай теперь. Хорошо. Все, удачи тебе, Таир. А ты за опарю, не называй мое имя. Я еще виноват, если тебя так заложил. Твоё моё, ты типишку теревермендеж, сейчас вообще не до этого, понимаешь? Короче, Таир, ты, твой, ё-ка, за ногу, это, Джордж, иди на разведку, как все раз узнаешь, короче, нам сразу свистнешь, мы сразу поскочим. Договорились? Давайте, короче, сам разберусь. Все, давай. Что ты его постоянно Таиром называешь? А так чисто поназиткой, брат. Пойдем, этих, ах, работа отвлекательная. Салам аликум. О, ирландский, ра-вандерфул, калайсиндар. Ха-ха-ха, секьюрити. Секьюрити лейкум, ёпта. Салам, салам. Ну что, мужики, с праздником вас, кто сон? Рахмед, рахмед, а что за праздник? Вы что, не слышали, что ли? Сегодня же этот, международный день охранников, пацаны. Да нуна. А что, есть такой праздник, да? Конечно, есть. Смотри, день полиции есть? Есть. День медика есть? Есть. И вот сегодня указом президента приказ вышел. Официально, международный день охранников, пацаны. Базара нет, наконец-то. Хутовосный, родной. Вот, короче, чисто с меди решили вас поздравить. Короче, сегодня приглашаем вас в сауну, пацаны. Каздар, пиво, все от нас. Не переживайте, короче. Нет, стоп, стоп, подождите. Рахмед, конечно, но сауна, Каздар, Киригмис, мы женаты. Нет, базара нет, пацаны. Женаты, но мужики все-таки. Вам же разнообразие какое-то нужно. Вот вы же одно и то же блюдо не кушаете каждый день. Естественно. Клов же нереально есть каждый день, правильно? Поэтому сегодня я предлагаю, пацаны, попробовать две порции аппетитных молоденьких мантов. Эй, как звучит, да? Да. Еще и с путанами отдохнуть, е-мое. Я теперь еще раз говорю. Каздар, сауна не нужны, мы женаты. Пазара нет, пацаны. Пазара нет. Проверку прошли, красавчики. Что за проверка? Ну, что вы не изменчики конченые. Ну, просто достойных пацанов любят, правильно? Поэтому сегодня, пацаны, вместе с женами приходите в шесть вечера. Семейный ужин. От нас все. Нет, подожди, я не понял, вы что тут устроили? Хотите нас отвлечь, там, зайти, что-то своровать, да? Так же по-любому? Заязывай, брат, е-мое. Пусть нас бог покарает, если мы так допустим. Пусть у нас геморрой выскочит, если мы так сделаем. Кана, Кана. Пусть у нас прищ. Все, они поняли, поняли они. Не хотят, не надо, ничего страшного. Давайте, дилетер. Кит, к мне. Э, ты капец, Чип. Сидели бы сейчас в сауне. Девчонки, пиво. Э, дурак. Помылись бы еще бы. Не, успокойся. Ты же знаешь, когда коздаю, я женатым. Хочешь? Мне пофиг на других бабушках. Дядь Миша, че, как он там? Че-то мутит, крутит, че-то делает. Ну, главное, его там током насыпанет. Да нет, от питания отключили. Вот когда че-нибудь там сделают, питание подключим, посмотрим, что он там на месте. Ну все, дядь Миша, я у тебя в долгу. А как же. Джиги, короче, там хер машину угонишь. Ладно, КПП. Там столько камер, столько заборов. Короче, не варить машину угонишь. Ничего не получится. Блин. Э, а ты че сидишь хаваешь? Ты же не знаешь, я когда нервничаю, капец хаваю. Докажи же. Фак. Не, ну ладно, ты нервничаешь. Закажи себе, нахер ты мою еду хаваешь. Да ну нафиг. Братан, че, твоя еда, что ли, была? Ё-моё, допустил бы. А жри уже, а. Все, все, давай. Че, как картину вытащим? Че за картина вообще? Есть фото? Угу. Вот эта картина. Ее писал Паулу Дель Кастро. Картина 19 века. Подожди, подожди, Токтонис. Ты хочешь сказать, что вот эта вот картина стоит три ляма баксов? Я ее в саннике лучше рисовал, е-моё. Докажи же. Фак. Мастури, чего она такая дорогая? Потому что она в единственном экземпляре. Там, сзади картины, есть подпись художника. И никто не знает, как она выглядит. Поэтому ее поделать нереально. Слушайте, пацаны, есть такая идея. В общем, мы с Мидией к этим охранникам подходим, сами пообщаемся, джигдь-чигдь всю ситуацию объясним. Скажем, там в машине картина осталась. Пусть они откроют и все. Ага, да. И пусть они красных вызовут. Скажет, мы тут контрабандой занимаемся и все на этом, да? Да не, братан. Нормально все будет. Там мужики на заводе нормальные работают. Ну, как бы ровные, понятия у них правильные. Тем более у нас времени нету, а у вас выбора. Поэтому не будем тянуть кота за яйца. Хорошо. Главное, чтобы никто вас не дернул за яйца. Не переживайте за яйца наши. Короче, давайте. За нас, за вас и за яичный безопас. Ладно, еду ты мою сожрал. Нахер ты мой сушняк выпил? Блин, братан, и твой сушняк тоже был что? Ё-моё, сорян, допустил. Салфетки, надеюсь, не твои же? Все, идите, а. Все, все, брат, давай. Езжайте. Аривидерчи. Тебе, мой мяк. Официант! Друзья, а это моя новая раздевалка. Здесь есть один плюс. Женская раздевалка тоже рядом. Лендик Шикарин, плюс он сидит в контент-плат. А это, Олджик, передай привет. Ты что, тормоз, что ли? Не видишь, я в трусах стоял. Выключи камеру. Друзья, я же говорил, плюс он сидит в контент-плат. Так что, следите за сториз. Дебил, ё-моё. Ты что тут делаешь? Да я тут переодеться пришел. В смысле переодеться? Я же этот, теперь в этом психу работаю. Перевелся я. Подожди, как перевелся? А что там? Да там уж кзымис. Бя-мису тут остану. Тем более, тебя нет. А мне отец говорил, заводчане своих друзей не оставляют. А мне отец говорил, с дураками не надо общаться. Дураками лучше не общаться. Который намек не понимает, дурак. Я, Олар, вообще тупой, глуп. Да. Ладно. Как тут вообще? Калайкин, да? Нормально. Поработали там. Этот, как его? Электрозной его или электр... Электр, короче, ванную ремонтировал, короче. Включил, работает. Нормально. Позор жук, электрик, сантехник пандизма. Да. Да. Ты че не переодеваешься? Мегазбар, женский раздел, как там, ссори, ссори, подпишки, ванна, ворна, наторгу, жирин, да, гамма. Типил. Иди, иди. Друзья! Друзья! О, Калайсиндар, аниматоры. Э, в смысле аниматоры? Типа мы че, животных дрессируем или че? Не, аниматоры это те, кто праздники организовывают. А, да. Думаю, типа, аниматоры это животные, а аниматоры те, кто их дрессирует. Короче, слова похожи. Че, ба, ты глубоко копнула. Че там, Игорь? Короче, мужики, откровенно скажу, можем этот призовую машину глянуть? Там наша картина осталась. Ну, как наша, бардана нашего. По незнайке закинули, короче. Просто чисто, адамша же, че, пацаны. Можем глянуть, а? Хорошо. Все, блядь, так просто, что ли, это? Ну, да. Если там ваша картина стоит, то без проблем, нам чужого не надо. Ема. А че, так можно было, что ли? Прикинь, сами охренели, емае. Наш. Вы точно везде посмотрели? Нигде нет картины? Точно, братан. А, ясно. А, наверное, ее кто-то спалил и технично вытащил. Давай у мастера поинтересуемся, может, он в курсе. Он, думаешь, будет с тобой общаться? Ну, с охрами про канала же. Мы так чисто по-мужски конкретно спросим, и все. И что вы ему скажете? Ну, вот в итоге мы посмотрели эту призовую машину. Нет там нашей картины. Походу, кто-то ее стырил. А при чем тут я? Че, вы ко мне пришли? Ну, хотели спросить. Вы нашу картину не видели, а? Вашу нет. Ну, как-то мне охранник одну картину принес. Ну, я тут ее повесил. Куда повесили? Вон. Да, ну, да нет, а ну. Мастер, мы это можем, в заднюю сторону глянуть, а? Посмотреть? Есть роспись. Мастер, это наша картина. Эй, с хера ли она ваша? Это моя картина? Не, ну, этот. Давайте мы купим ее у вас, а? И зачем? Вы же все равно в искусстве не разбираетесь. Ну, как-то разбираемся, это же картина 19 века. Ну, продать тебе, а? Не, ну, можно продать, но это дорого обойдется. Все-таки картина 19 века, минимум 100 тысяч. И рама 50 тысяч. Безусловно? Да, я сказал 50, 100 еще рама. 200 тысяч это, да? В общем, 200 тысяч. 200 тысяч, хорошо. Прямо сейчас. Хорошо. На номер привязана карта у вас? Привязана, да. Так, все, ловите, мастер. Ну, все. Все нормально? Все нормально. Пришли. С вами приятными делом. Рахмет. От души. Все, мастер. Рахмет, не замрайся. Извините, пожалуйста. То есть все это время картина была у вас под носом? Прикинь. Не, я, конечно, изначально сомневался в вас. Думал, не справитесь, но вы свою работу сделали четко. Сомневался. Медиа, да? Допустим. Хотел спросить, вот этот вот пиджак где брал? Ой, зря. Я что-то не понял, братан. А что за ухмылка была нездравая? Ты что, мой пиджак решил стырить, а? Просто красивый, интересуюсь. Ну ладно, как говорят, за интерес просто нет. Вообще-то, этот пиджак мне жизнь спас. Одна, что ли? На Копчега. Темной-темной ночью. Так, ладно, на это нет времени. Короче, Кайра там в курсе. Вы сейчас езжаете в аэропорт. Через два часа у вас выйдет. И с картиной будьте аккуратны. Естественно, вот. Ну что, рады были. Кайре, салам. Джорджу тоже салам тогда. Ну, надеемся на дальнейшее сотрудничество. Молда, братан. Давай. Молда, братан звонит. Алло, братан, что, уже соскучился, что ли? Вы ничего, блядь, не забыли? Мол, блядь, картину заберите. А, да ну, мать. Все, 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 сейчас заберем. Что там? Картину забыли. Ромата, ромата! Ёб твою зануду, Медя. Че здесь происходит, а? Ей, мама, че, за счет не оплатилась? Ну, кузяцы, в фоскат не приезжают же. Медя, не гони, это же ОМОН, ты же видишь. Они сто пудово еще за картину приехали. Да, нам сейчас самим валить надо. Эпа, картину не мешал. Алпутигай. Медя, ума все. Погнали отсюда, ёбан. Че тут? Это ОМОН, ёбан. Шеф? Вызывали? Да, проходи, садитесь. Ты перевел, ужас, электролитный цех? Да, я перевел. Зачем перевел? Вот, я не виноват. Он сам напросился. Он ходил, умолял меня переведите в другой цех. Я хочу себя попробовать в ремонтном деле. Я бы не перевел. Он мне начал угрожать, говорил, что отцу скажет. Поэтому я попросил дядю Мишу. То есть ты ни при чем? Нет, шеф, я здесь ни при чем. А вы помогали мне, дядю Миша? Нет. Он делал все сам. Подождите, а что этот придурок опять натворил? Какой придурок? Улджас! Ты как своих сотрудников называешь, а? Где воспитание? Я... Простите, шеф. Первый и последний раз. Теперь, дядя Миш, объясните, что сделал Улджас? Мы проверили состояние ванны после его ремонта. Замерили силу тока. Если она раньше составляла 320 кА, сейчас она составляет 450 кА. Мы думали, ошибка. А когда сливали ванну, выяснили, что вместо двух с половиной тонн алюминия мы получили три с половиной тонны. Это... Это как получается? Он заменил крепление. И строение электродов. Благодаря этому выросла сила тока на аноде. И теперь по этой схеме мы, наверное, все ванны будем подключать. Вот так вот. Тебя-то понимаешь, что он увеличил процесс производства? Шеф, это моя школа. Мой ученик, как говорится, моей идеей нахапался. Что? Айдар, не тяни дело на себя. Ты уже сказал, что ни при чем. Вообще я хотел... Айдар! Савлия, передай оргкомитету, пусть подготовит площадку. Сейчас будет вручение. До сих пор орет, да? Эй, идиоты, я вас-то зачем послал? Чтобы проблему решили. Вы меня слушаете? Да, да. Эй, уроды! Бараны безмозлые, блядь. У меня из-за вас столько проблем теперь. Вы меня слушаете? Да, да. Я из-за вас, Ишаков, картины лишился. Бараны, вы мне столько проблем учинили. Вы теперь на заводе будете работать? Ко мне картину не отработайте. Вам ясно, блядь? Только попробуйте, суки, в Алматы вернуться. Я вас лично кончу. Понятно? Что, все сказал? Да. А теперь послушай нас, Кайра. Не пошел бы ты нахрен со своим авторитетом, блядь? Если свои гнилые движения делаешь, нас, Меди, туда не затягивай, ясно, блядь? Черт конченый вышел и свои угрозы в жопу себе засунешь. Меди, есть что добавить? Э, Канан Сузи, Куславна. Все, салам алейкум. Блядь, на рюм не порежешь, суки! Э, братан, случайно не перегнули, а? А не, все четко, брат. Знаешь почему? Потому что его, как Дамира, рано или поздно тоже повяжут. Понял? И ладно. Мы теперь что будем делать, а? Ничего. Тут останемся. А что, работа хорошая. Горякиф тоже здравый. И самое главное, знаешь, что, Медя, тут криминала нет, бандитизма нет, понимаешь? А то это уже, блядь, не бандитизм, а какой-то дебилизм, блядь. Ну и вон нафиг, братан, давай завязывайте. Блин, братан, если честно, я только за... Эх, получается, блядь, ну можно теперь нормально разговаривать, но не как гопники. Ну да. Эх, я что, получается, могу тебе тонкие сидеть? Сигарет такую, с капсулами этих. Да. Не, мама. Я еще корейскую прическу могу сделать, да и за ужин джинсы носить. Не, не, не перебарщивай, не до такой степени же. А что нет, в принципе, да, можешь. Нормальной жизнью будем жить. Нормальной из-за отчаяни, блядь. Блядь, кайф, братан. Тамара Васильевна, комфорт принеси. Пошел в жапу. Хорошо. Блядь, раньше бы за такой допуск, я с ней спросил бы. По-любому. А сейчас, блядь, кайф. Товара Васильевна, два компота дайте нам, а? Мы новой жизнью живем вообще, е-вое. Давайте. Ира, пирожки дайте нам. Уважаемые коллеги. Кто-то сумел придумать эту инновацию. Никакому далбичу это так повезло. Я откуда знаю, е-вое. А теперь позвольте пригласить на торжественное вручение рабочего четвертого разряда электролизного цеха Носубекова Олджаса Бахчановича. Да ну нафиг. Получается, это ты долбишь, да? Иди быстрее, сейчас сто реку буду снимать. Давай, давай, давай. Красавчик. Очень неожиданно. Олджас, ваша заслуга признана лучшей идеей этого года. Поэтому позвольте вручить вам ключи от машины. Уважаемые друзья, уважаемые коллеги, я хочу вас всех поблагодарить. Большое спасибо. Если честно, для меня это подарок. Очень неожиданно и приятно. Раз, у нас официальное мероприятие, официальное награждение. Позвольте, говорите мне на официальное гражданское языке. Хормет, достан, хормет, артестер. Мен бұл шилыққа лайыгымеспін. Мен сіздерге барлығын түсіндерім. Сындаңыздар. Мен бұл мекемеге аяға сегелген азаматпын. Мен бұл мекемеге келіп, нағыз достықта, жана шырлықты демеуді, және мақабатты ерендім. Осы мекемеде мен ең адалдосты таптым. Және, осы бұл кассеттердің себепкер болған, ортада бір адам бар. Ол Айдар Каримбайвич. Че? Бұл мәсіздер. С ваше позволение, я хотел вручить этот ключ моему мастеру Айдару Каримбайвичу. Аликер. Это уже ваш выбор. Катласы. Это прикол, да? Нет, серьезно. Серьезно? Да. Ты нахрена ему машину подарил? Да, я специально подарил, брат. Это маға хатша спермееме, сөз мен бати еліне шахарвалад қайтар. Кешіресімен. Ты целу идею придумал. Он ба так и так тебя простил ба. Эй, походу, я жестко тупанул, да? Не тупанул, а тупой сума. Мог бы эту машину мне подарить. Алло? Да, пап? А? Рахмет, пап. Рахмет. От души, пап. Рахмет. Ни шиде? Все хорошо, понял. Че там? Оказывается, сегодня у меня день рождения. Ваше мене шикоттемул. Потому что ты тупой емое. Снюхай емое, родной. Эээ. Да ладно, успокойся, че ты. Сука, еще обиднее жесть. Мог бы на днюху мне эту машину подарить. Настрейле. Все крут ксадмо. Завязывай за мею. Подожди, Сан, не уши на мене, машина село милицион, да? Бич. Сейчас бы сториз снимал бы. Друзья, вот, мне подарили машину на день рождения. Алло. Привет. Хоремяю. Спасибо большое. Где ты? Сейчас подойду. Ага, сейчас подойду. Давай. 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 Саша, ты переживал, что не получится. Ну, сам не понял, что я сделал в лиге. Главное, сделал. Машину получил. Да. Кстати, папа твой в курсе? Да, вот, только что поговорили. Говорили, типа, он мне просил. А завтра билеты купил в Алмату. Да. Классно. Классно, я рада за тебя. А я как рад тебе. Слушай, Санта, я к тебе не просто так пришел. Ну, у меня есть предложение. Поехали с вами, а? А что я там буду делать? Да хуй чё. Давай я тебе открою в медицинском центре. Хочешь? У меня есть там дома, квартиры, деньги, машины. Вообще не будешь напрягаться. Давай, поехали. А может мне нравится напрягаться? Потом у меня здесь семья, друзья, работа. Зачем мне уезжать? Ну, давай семью перевезем туда. Ты, Дан, друзей точно найдешь, по-любому. Знаю я твоих друзей, сам рассказывал. Нет, мне здесь все нравится. Я останусь. Спасибо. Ну, хорошо. Не буду настаивать. А, кстати, Бека позвал на день рождения? Да. Придешь? Конечно. Хорошо. Не будем прощаться, увидимся, да? Да. Ладно. Пока. желания нету. Тьфу, ё-моё, скучный ты какой-то. Сана. Подай мне пиццу. Конечно, мастер. Все что угодно. Смотрите! мастер и маргарита! О-о-о! Хмельчно, брат. Роза-хмель salvай, пожалуйста. А что это? Где твой напарник вот этот? Сиви Роуандер, или? Сиви Роу. Вы что, не слышали, что ли? А что такое? Вы реально не слышали? Онже на смене остался сегодня. Ой, емалово! Интригант, hormones! Гativas и undergroundара. Вснуть пока, но все, что нужно. Белый дед, папа работал на заводе, я работал на заводе, и мой сын работал на заводе. Белый дед, папа работал на заводе, и мой сын работал на заводе. Белый дед, папа работал на заводе, и мой сын работал на заводе. Я с вами соприкасался, с вами нервничал, больше орал, и поэтому как-то сблизился. Вы уже как почти семья, вы мои дети. Конечно, если бы мне машину подарили, я бы тоже так думал. Да, кстати, мне Улжас машину же подарил. Я так подумал, зачем мне две машины, правильно? Я решил свою старую машину подарить нашему имениннику. Да! Все! На, Бека! На, Турик! Бека, за тачку! За тачку! Ничего себе! Только... Бека там вчера мой братишка бампер и капот поцарапал. Ну и там две двери тоже. Ну и крышу. Короче, перевертыш она была. Ее можно отремонтировать. Канас Меди уже знают, где ремонтировать машину. Родной, сделаем! Три секунды, да. Астер, сэзна волнузан. Поваргаланма, резану. Нет, болт, болт. Все! Ты там, короче... Спасоманься и спихни ее. Все! Давайте алкоях слушаем, давай! Давай, давай, давай! Давай, давай! Давай, давай! Давай, давай! Давай! Бека, родной, еще раз! Все! Все! А где Улжас? Ух! Улжас? Е-мое! Он же просил восемь всех вытащить. На час опазуем. Бля, он не идет! Не, вот жернодыш, сытка шагишь. Куда? Серьезно, жернодыш. Я объясни нормально. Там жернодыш. Е-мое! Там, посмотрю, жернодыш. Е-мое! Брат, серьезно, бля. Бля, братан, забыл. Прости, пожалуйста. Просто мне машину подарили. Потом поговорим, ладно. Салты. Можно тебе? Мастер. Мы же за ней бегали. Че происходит? Да я с Улжасом поговорил. Он вроде нормальный пацан. Да и с Салтой мы не подходим друг к другу. У нас по гороскопу мы не совместимы. Позарает, накидывает ежик. Из-за машины повелся. Прости, конечно, за наглость. Но я хочу тебе признаться. А ты мне очень понравилась. Даже нет. Я... Я влюбился в тебя. У меня это первый раз. Чуть-чуть, я волнуюсь сейчас. Я все осознанно понимаю. Но я хочу быть с тобой. Я сегодня предлагал тебе уехать сыну. Ты отказалась, да? Так вот. У меня сейчас другое предложение. Выходи за меня. Ты серьезно? Да. Мы едва знакомы. Мы даже не встречались. Да ничего страшного. Что там? Узнаем друг друга после свадьбы. Тем более, я не уеду в Алматы. Здесь остаюсь. Так же буду работать на заводе. Нет, ты главное скажи мне. Выйдешь за меня. Я даже не знаю, что сказать. Ну, хотя бы я тебе нравлюсь. А? Да. А все же? Что ты? Нет, не все. Да, блин. Ты доказал отцу, что ты хороший человек? Да. Докажи мне. Прояви себя. А, блин. Ну, хотя бы так. Давай встречаться? Будешь моей девушкой? Да. Да. Она сказала да. Нет. Стоять, сука. Вы что тут? Слышишь? Свадьбы не будет, ты понял? Потому что салта... Салта моя. Понял? Моя. Блядь, заколебал мне двухторк-бандит. Держи братан. Заряжай, родной. Принял, родной. Пациент совершенно здоров, однако из-за легкого удара пациент потерял память. Необходимо воссоздать картины из прошлого. Менің есі мәмдошшан, сіздің жандосыңыз болам. Есің бірдіңе тұстыма! Анағыстанной сыма? Долып тұрш мен мұлдар? Ауыл сеймен кезескес келмей. Мен сен сүйым деген шақсы сол айтам айтырсын да? Ектіпте екеніз бір ғызға қашып олымыз. Де мүлдем сен сүйым деген. 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 Де мүлдем сен сүйым деген.